В эфире новости Израиля. В студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И в начале коротко о главных темах выпуска. Без посредников. Глава МВД Израиля предлагает прямые выборы премьер-министра. Бениамин Нетаньяу отказывается лоббировать идею Ария Дерри. Призрак революции. Иран обвиняет Израиль в организации демонстраций в Ираке и Ливане. В Иерусалиме заявляют, акции протеста разгоняют бойцы корпуса Стражи Исламской революции. На выход. Верховный суд Израиля постановил выслать из страны директора регионального отделения Human Rights Watch. Амар Шакир обвиняется в подстрекательстве к бойкоту еврейского государства. В Иерусалиме активно обсуждают предложения лидера религиозной партии США с главой МВД Ария Дерри. Он предлагает вернуться к системе прямых выборов главы правительства. Эту инициативу уже поддержала лидер новых правых Айелит Шакет и глава парламентской фракции Ликуда Мики Зуар. Сам Бениамин Таньягу сообщил, что не собирается продвигать эту инициативу, а в партии Кахоль-Лаван назвали предложение о прямых выборах премьера политическим трюком. Напомню, в Израиле уже принимали закон о выборах премьера. Впервые он был применен на выборах 1996 года, а затем отменен в преддверии выборов 2003 года. На данном этапе сформировать правящую коалицию пытается лидер блока Кахоль-Лаван Бенни Ганс. Но пока результаты нулевые. Напомню, что создать правительство не получилось и у действующего премьер-министра. Бениамин Таньягу вернул мандат президенту Ревену Ривлену. Теперь Ганс обвиняет Таньягу в тупике, в котором оказались переговоры по формированию коалиции. Нитаньягу не готов отказаться от блока. Нитаньягу не готов отказаться от иммунитета. Нитаньягу не готов обсуждать основные принципы правительства единства. Нитаньягу хочет тянуть Израиль в третью избирательную кампанию. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Я сделаю все, чтобы сформировать правительство. Незначительный просчет Иерусалима может привести к разрушительной войне, когда иранские ракеты обрушатся на еврейское государство и сокрушат его оборону. Это неутешительный прогноз бывшего посла Израиля в США Майкла Оурена. В своей авторской колонке в американском издании «Атлантик» дипломат пишет, что Тегеран может атаковать крылатыми ракетами важные стратегические цели, такие как Генштаб армии обороны Израиля, здание которого расположено в густонаселенном квартале Тель-Авива. В ответ Израиль нанесет удары по Ирану и Хизбалле в Ливане. Группировка Хасана Насралы, в свою очередь, ответит массированными ракетными обстрелами по северу Израиля, запуская до 4000 ракет в день. Большинство ракет будет запущено из Южного Ливана, где пусковые установки установлены примерно в 200 деревнях. Другие полетят из Газы, где Хамас и Исламский джихад, поддерживаемый Ираном, имеют на вооружении не менее 10 тысяч ракет. Но ракетами большей дальности, включая смертоносное «Шахаб-3», Израиль будет обстреливать из Сирии, Ирака, Йемена и самого Ирана. Это представляет огромную проблему для израильских ВВС, у которых нет стратегических бомбардировщиков, способных достичь Ирана. При этом израильским ВВС, возможно, придется подавлять российскую систему ПВО в Сирии. Израиль будет вынужден провести наземные операции в Ливане и Газе. Придется проверять каждый дом, а спецназ будет направлен вглубь Сирии и Ирака. По мнению Орена, система про железный купол не справится с натиском или же будет уничтожена, поскольку атакам подвергнутся гражданские и военные объекты по всей стране. Подводя итог, Орен заключает, что в этой ситуации еврейскому государству можно будет рассчитывать лишь на поддержку США. В Иране считают, что Вашингтон поддерживает не только Израиль, но и акции протеста в самой Исламской Республике, а также в Ливане и Ираке. В Тегеране уверены, раз американцы заинтересованы в дестабилизации ситуации в странах Ближнего Востока, то и израильские спецслужбы приложили к этому руку. В Ливанской столице десятки тысяч митингующих отказываются покидать улицы, требуя реформ в политической и социальной сферах. На юге Ирака во время разгона демонстрации погибли люди. Непрекращающиеся акции протеста в Ираке – дело рук сионистов. Тегеран обвинил США и Израиль в попытках воспользоваться ситуацией, чтобы запустить неуправляемые процессы в странах Ближнего Востока. За месяц манифестаций, сопровождающихся насилием и беспорядками, только по официальным данным погибли 250 человек. Общее число пострадавших превысило 11 тысяч. Причем иракские силовики утверждают, они не причастны к гибели граждан. Нападениями на протестующих с целью усугубить ситуацию занимаются некие преступные группировки. Тегеране мысль поддержали, назвав ответственных за жертвы среди мирного населения. Данные разведки показывают, что США, Израиль и некоторые страны региона пытаются использовать волну протестов в своих интересах, ведут пропаганду и стремятся рассказать народу ложную информацию. Как подчеркивают в Тегеране, демонстранты в Ираке требуют экономических реформ, и правительство в Багдаде должным образом реагирует на это. Власти Исламской Республики также указали на особую важность ситуации в Ираке для Тегерана, ибо страны связаны друг с другом исторически и культурно. Акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции продолжаются в Ираке с начала октября. Основное требование – отставка правительства. Начинавшиеся мирные митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. Причем атакам подверглось и иранское депредставительство в Кербеле. Мы пришли, чтобы спустить иранский флаг и вместо этого поднять флаг Ирака. Иранцы и связанные с Ираном силы наносят нам вред. Мы никогда не позволим ни одному иранцу остаться в Кербеле. Жители города восстали против иранцев. Ни коррумбированные партии, ни иранцы, никто из них не останется в Кербеле и по всему Ираку. Все это вкупе с общенациональным протестом в Ливане. Еще одной стране, находящейся под серьезным политическим влиянием Ирана, как считают в Тегеране, дали основания полагать, что против проекта шиитской оси, чьим автором является режим АТОЛ, ведется целенаправленная подрывная деятельность. В попытке обуздать народное недовольство лидер подконтрольный Ирану Хизбаллы Хасан Насрала, ранее натравливавший на протестующих своих сторонников, теперь выступает за новое, справедливое правительство. Новое правительство, каким бы оно ни было, должно в первую очередь восстановить доверие между людьми и властями. Потому что, если нет доверия, это правительство не сможет рассчитывать на какие-либо важные достижения. В Иерусалиме на обвинение Тегерана официально не реагирует. Впрочем, глава израильской дипломатии Исраиль Каац на своей страничке в сети микроблоков Твиттер прямо провел параллели между гибелью иракских демонстрантов и теми, против кого, в числе прочего, направлен протест в Ираке. Мы сочувствуем борьбе иракского народа за свободу и достойную жизнь и решительно осуждаем репрессивные и убийственные действия против демонстрантов во главе с Касомом Сулеймани и Иранской революционной гвардией. Слова израильского министра о причастности Ирана к гибели демонстрантов подтверждаются событиями 4 ноября, когда силы безопасности открыли огонь по толпе протестующих в городе Кербела, где разъяренные люди хотели поджечь иранское посольство. Верховный суд Израиля утвердил решение о высылке из страны директора регионального отделения правозащитной организации Human Rights Watch Амара Шакира. Его подозревают в сотрудничестве с БДС, международной пропалестинской организацией, призывающей к бойкоту Израиля. МВД отказало Шакиру в продлении рабочей визы, и теперь ему предписано покинуть страну в течение 20 дней. Сам Шакир оспаривает утверждение о том, что его прошлые пропалестинские заявления представляли собой поддержку бойкота Израиля. Шакир считает, что в случае его депортации Израиль встанет в один ряд с Ираном, КНДР, Египтом, которые уже также заблокировали работу Human Rights Watch. «Мы намерены использовать каждую минуту, все возможные способы, чтобы повлиять на решение израильских властей. В конечном счёте, речь ведь идёт о чём-то гораздо большем, чем один человек или одна организация, даже если это влиятельная правозащитная организация. Это касается пространства, приверженности Израиля самым основным демократическим ценностям». «Решение израильского суда о депортации директора Human Rights Watch Омара Шакира – это прежде всего нарушение, выпиющее нарушение права на свободу слова, права на труд. Кроме того, это прямое нападение на правозащитную деятельность в Палестине. Это попытка запугать и заставить замолчать правозащитников». Омар Шакир возглавлял региональное отделение Human Rights Watch с октября 2016 года. В организации подтвердили, что он призывал прекратить работу в поселениях на Западном берегу, то есть поддерживал бойкот Израиля. Шакир настаивал, что Human Rights Watch должна прекратить, способствует, цитата, «серьёзным нарушениям международного гуманитарного права». Конец цитаты. Согласно принятому в 2017 году в Израиле закону, можно депортировать любого гражданина иностранного государства, публично призывающего к экономическому, академическому или культурному бойкоту еврейского государства. В Иерусалиме утверждают, что дело Омара Шакира может стать лакмусовой бумажкой для проверки того, насколько западные страны поддерживают Израиль в борьбе против БДС. «То, что Богат сегодня подтвердил решение суда низшей инстанции, принятое 18 месяцев назад, говорит о том, что правительство имеет право не продлевать визу тому, кто так активно пропагандирует ненависть, враждебность и призывает к уничтожению государства Израиль. Такая политика существует в любой другой демократической стране. У человека, который демонизирует вас, нет права находиться в вашей стране. Если он хочет вас демонизировать, ему придется делать это за пределами Израиля». Евросоюз выступил с осуждением ракетных обстрелов юга Израиля. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Майи Касьянчич говорится, что стрельба ракетами по гражданскому населению недопустима и должна быть немедленно прекращена. Касьянчич добавила, что только политическое решение может положить конец насилию. Напомним, что палестинцы выпустили по Израилю 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом в Сдероте. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по объектам Хамаса в секторе. В американском штате Колорадо арестован ультраправый активист Ричард Хольцер, который планировал устроить взрыв в синагоге города Пуэбло. По данным американских СМИ, в переписку с Хольцером в сети Facebook вступила агент ФБР, которая представилась сторонником теории о превосходстве белой расы. Хольцер начал присылать ей различные предметы с нацистской символикой и признался, что раньше он поддерживал куклу с клан. Агенты ФБР приняли у скинхеда заказ на производство бомб для взрыва синагоги и во время передачи муляжей бомб его арестовали. Сообщается также, что Хольцер собирался залить яд в водопровод синагоги. На фоне роста антисемитских настроений в мире в Израиле отметили День Алии и традиционно подвели итоги репатриации за последние годы. Как сообщает МВД, в течение последних восьми лет в Израиль прибыло почти 179 тысяч репатриантов. Самое большое количество из России — 52 тысячи. На втором месте Украина — 38 тысяч, на третьем — Франция, оттуда приехало 29 тысяч. Приезжают в Израиль из таких экзотических стран, как Непал, Бруней и Маршаловые острова. Чтобы желающих репатриироваться в Израиль было еще больше, еврейские организации проводят различные мероприятия по всему миру. К примеру, образовательная конференция «Леймуд» состоялась в Украине, в Одессе. Одесса — город с юмором и особым шармом, который никого не оставляет равнодушным. Это накладывает свой отпечаток и на любые мероприятия, которые здесь проводятся. Одним из них стал еврейский образовательный фестиваль «Леймуд». «Ой-вей, здесь вам не тут! Самый цемес! Картина маслом!» Этими крылатыми фразами были названы залы, где проводились занятия. Ну и, разумеется, незабываемые футболки от коренных одесситов Бенни и Зубрика. Более 600 человек из 15 стран собрались на три дня в Одессе для познавательного общения и обмена знаниями. Занятия были посвящены израильским и еврейским темам и не только. Желающие могли побольше узнать о еврейском государстве и о возможности репатриации. Мы представляем тут израильские культурные центры в очень многих городах, четырех городах, только в Украине, в Харькове, Днепре, Киеве и в Одессе. Поэтому мы и поддерживаем этот проект. Нам важно поддерживать этот проект, чтобы непосредственно иметь связь с общинами, которые интересуются, которые приходят, которые обучаются, которые слышат информацию в этом проекте, информацию, которая в том числе касается Израиля. Израиля. Лимуд – это не только занятия, но еще и концерты, встречи со звездами, а также веселые посиделки с песнями, которые порой затягиваются допоздна. Для меня особенно в этом Лимуде – это команда людей, которые делают весь процесс от начала до конца. Люди, которые отдаются на даже не на 100, а на 120 процентов. Не случайно эта цифра прозвучала, потому что тема этого Лимуда – это 120 лет, что мы желаем каждому. И для меня Лимуд – это горящие глаза, это любовь и это полноценная отдача всех людей, которые находятся в процессе. Лимуд строится полностью силами волонтеров. И эта сопричастность делает его живым. Ожидания от этого Лимуда, вне сомнения, оправдались. Лимуд – очень востребованный проект. Каждый год нам приезжают и старые участники, которые любят Лимуды, и новые участники, которые впервые на Лимуде. Это всегда получается очень интересный опыт с замечательными людьми, замечательной, качественной программой. И мы очень надеемся, что и следующие Лимуды в Украине будут не хуже, чем это. Ну а бонусом для желающих до и после мероприятия – волшебный город снаружи. Самый еврейский город Российской империи. Когда-то третий по величине и влиянию. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова